Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Весь работа будет вестись совместно со Счетной палатой России. В августе завершится проверка использования бюджетных средств на создание и функционирование промышленных и индустриальных парков. А в конце года контрольное ведомство изучит работу Победилова. Программа Экономика. Рустех поддержит Сосновский судостроительный завод. Финансовая поддержка заводу оказывается по линии дочерних структур корпораций компании РТ Капитал и Новикумбанка. Средства позволят предприятию погасить долги и продолжить выполнение текущих заказов. На средства первого транша 20 миллионов рублей достроено и спущено на воду первое судно для компании Росморпорт. Еще два судна должны быть построены до октября следующего года. Реализация программы помощи позволит заводу нарастить выручку, обеспечить загрузку и улучшить свои операционные возможности. Далее информация от наших партнеров. В Кировской области завершен новый этап реформы контрольно-кассовой техники. Новый аппарат установили за полгода более 4,5 тысяч организаций. Это не единственное новшество, которое ввел вступивший в силу с июля 54-й федеральный закон, отмечает руководитель компании-бухгалтерия Татьяна Максимчук. По ее словам, с 1 июля увеличены сроки исковой давности по нарушениям в правилах ведения кассовой дисциплины. Они были увеличены с двух месяцев до одного года. Например, нарушением будет являться тот факт, если вы получаете договоры займа не через расчетный счет, а через кассу. И если вы выплачиваете по договорам займа не с расчетного счета, а через кассу. В данном случае это будет являться нарушением и срок исковой давности для привлечения вас в данную ответственность будет составлять один год. Штрафы за нарушение правил ведения кассовой дисциплины могут достигать 40-50 тысяч рублей. Чтобы избежать проблем с контролирующими органами, обращайтесь к специалистам. Звоните 46-42-81. Компания «Бухгалтерия». В завершение валютах доллар сегодня 58,84. Курс евро 69,30. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.